Расскажи немного о себе, чем ты сейчас занимаешься вообще. Бизнес, который у нас в Украине, он как бы остановился. Понятно, что у нас практически ничего там не действует. Поэтому и повел свободное время. Так я это время трачу на тех, кому нужна помощь. Тратил свою жизнь на удовольствие. Тратил жизнь на поиск, наполнить себя. Знаете, как воздушный шар. Надуваешь, пока дуешь у него, он полный. Перестаешь дуть, он сдувается. И опять понимаешь, что что-то наделал не то. И самое главное, что мне повезло, я попал в руки людей, которые начали меня учить Толе. Не который умеет рассказывать, как нужно танцевать с бубном. Или какую шляпу носить. Или какой гател надевать. А что нужно и как учить. В следующей притче царь Соломон обращается от имени мудрости к трем типажам людей и говорит. Отмотай птаим табу пети. Влицим лацон хамаду леем. Укселим и снеудат. Перейдем пока условно. До каких пор наивный вы будете любить вашу наивность, а насмешники будут возжелать насмешки, а глупцы будут ненавидеть разум. То есть, мудрость обращается к трем типажам. К наивному, который любит свою наивность, к насмешнику, который возжелает свои насмешки, и к глупцу, который ненавидит разум. И говорит, до каких пор вы будете так продолжать. И давайте разберем каждый типаж по порядку. Первый типаж – это пети. Отмотай птаим табу пети. До каких пор наивный вы будете любить вашу наивность. В самом деле, пети – это от слова питуй, соблазн. То есть, наивность его в том, что он соблазняется на какие-то яркие цвета, красивые фантики, на какие-то интересные рекламы. То есть, он не смотрит глубоко, куда этого все приведет, а соблазняется на какие-то вкусные, интересные, легкие вещи. И вот старый саламон подчеркивает, что он именно любит быть наивным. Да, он говорит, до каких пор наивный ты будешь любить свою наивность. То есть, ему нравится быть наивным. Как это может быть? Что это значит? Что такое любовь? Это большая тема. Но мы скажем в двух словах. На иврите любовь – это Агава, буквы Алиф, Гей, Бет, Гей. Числовое значение, гематрия – 13. И это равно числовому значению слову Эхат, который переводится как «один». Пишется Алиф, Хет, Далит. Тоже 13. То есть, смысл любви – человек любит себя. Написано, люби ближнего, если такая заповедь, любить ближнего, как самого себя. Он может любить других, как себя, потому что он любит себя, он любит своих друзей, он любит свою семью, он любит все, что с ним, свою страну, все, что с ним связано, все, что с ним одно, часть его, как бы он ощущает себя частью этого, он это любит. И поэтому 13 – это для нас как такое число любви. И даже в Пасхальный Седер мы говорим считалку в конце Седера, поем «Эхад ми-юдея», мы говорим, что «один» – это Бог на земле и на небе, а заканчивая считалка – 13, кто знает, 13 атрибутов милосердия, которые дал нам Всевышний. То есть, начинается с одного и заканчивается с 13. Потому что Всевышний раскрыл себя через вот этих 13 атрибутов милосердия, он показал нам, что он нас любит. Так написано, что наш Пэти наивный, он именно любит свою наивность, ищет эти соблазны, потому что они заполняют его жизнь. Он каждый вечер думает, он приходит с работы и думает, чем бы сегодня заняться. Да, и ищет какое-то наполнение, и вот смотрит какую-то рекламу, ему кажется, что вот это его сейчас наполнит. Один раз идет в театр, другой раз пойдет на футбол, третий раз в кино, четвертый раз на КВН, поедет за границу, погуляет. Он каждый раз ищет какие-то вещи, которые ему кажется, что они его нашитят, его наполнят. И на завтра ему нужно искать, сегодня он наполнился вроде бы, на завтра нужно искать ему новые какие-то наполнения. И давайте поговорим с интересными людьми и узнаем у них, что для них ценно и что наполняет их жизнь. Оши, добрый день. Здравствуйте. Давно тебя не видел. Хотя ты живешь недалеко в Рамоте, через несколько кварталов. Расскажи немного о себе, чем ты сейчас занимаешься и вообще. Да, интересный вопрос. Сейчас, мне кажется, все евреи, которые здесь живут в Израиле, занимаются одним и тем же. Волнуются за евреев из Украины и России, помогают евреям в Украине и России приехать сюда или, по крайней мере, сбежать из тяжелых мест. Так вот мы как бы сейчас бизнес, который у нас в Украине, он как бы остановился. Понятно, что у нас практически ничего там не действует. Поэтому и появилось свободное время. Так я это время трачу на тех, кому нужна помощь. Раньше это было меньше времени, сейчас больше времени. То есть, ну, как бы основная работа. Помогаем деньгами, помогаем временем, помогаем эмоционально, по-всякому. Вот, как бы, сейчас основная задача у нас это помочь евреям. И вот мы этим и занимаемся. А чем ты, до начала этой войны, чем ты занимался в Украине? До войны у нас, я занимаюсь вообще, моя специализация это статистический маркетинг, автоматизация бизнес-процессов, электронная система управления предприятием. То есть, как бы, основная задача, оптимизация управления предприятием, как бы, ну, это основная моя деятельность. Большую часть времени я работал на украинские проекты, на российские, на израильские. Ну, вот, сейчас настоящий момент пауза временная. Надеюсь. В общем, у тебя остались родственники сейчас в Украине? Семья? У меня все евреи, мои родственники, кровных, у меня не было в Украине кровных родственников, у меня мама живет в России, продолжает жить, вот, сестра, да, я, соответственно, уговариваю их сделать Илью, тоже непростое дело, очень много корней опустили, они тяжело им. Но я очень болезненно отношусь ко всем событиям в Украине, потому что это мои друзья, товарищи, я понимаю, насколько тяжело и трудно терять все. Я общаюсь с разными семьями, люди бросают дома, бросают все, приезжают с четырьмя детьми и с тремя чемоданами, и все, больше ничего нет, ничего от слова вообще. То есть, это не поездка двухнедельная в Египет, в отель. Они приехали сейчас в отель, у них есть две недели пожить в отеле, им оплаченные, и все. И у них есть три чемодана. Четверо детей, муж, жена. Это одна из семей, которым мы вчера помогали. Это по-настоящему трудно. И вот это нужно переживать всем сердцем. Ну, нужно, конечно, разум дышать холодным, чтобы иметь возможность помогать людям, но я чувствую внутреннюю боль и сопереживание со всеми евреями. Это мои английские родственники. Можешь, скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, не сразу начал соблюдать, да, у тебя были какие-то периоды в жизни, из-за чего ты пришел к традиции. Как у тебя все это произошло? Вот интересная история. На самом деле началось все с того, что я вообще ничего, кроме того, что я еврей, не знал. У меня не было никаких лагерей, никаких друзей еврейских, никаких связей не было нигде, никаких синагог. Я никуда не ходил, ничего не занимался. У меня была такая китайская стена передо мной бесконечной длины и высоты. Полностью была отрезана от еврейского мировоззрения. Знал, что я еврей, что у меня бабушка еврейка. Все, не более чем. Словом, отца знал, когда там отцу кушали. И я всю свою жизнь до 35 лет делал карьеру. Очень успешно преуспел в этом. Вырос до большой позиции в крупной компании международной. Был достаточно успешно финансово. Все у меня было. Квартира в центре Киева, машины, мотоциклы. Тратил свою жизнь на удовольствие. Тратил жизнь на поиск, наполнить себя. Знаете, как воздушный шар. Надуваешь, пока дуешь у него, он полный. Представляешь дуть, он сдувается. Опять понимаешь, что что-то ты делал, не то, с раннего возраста чувствовал такую тягу к чему-то духовному. У меня было такое ощущение, что в этом мире есть хозяин, есть как бы сила, которая этим всем управляет. Только я не знаю, откуда она, что она и как. И даже в какой-то момент я недавно дошел в свою записную книжку и там были стихи писал. И у меня были стихи очень духовные были. Я забыл про них, но недавно нашел. Потом был большой перерыв времени. В 35 лет, соответственно, я доработался до такого состояния, что попал в реанимацию. Меня везли в больницу. Я очень много работал, очень интенсивно и устал, не выдержал организм. И я бы взял больничный, взял паузу. И вот на этом состоянии я еще раз осознал, что что-то есть более важное, чем умирать на работе. Надо, наверное, что-то другим заниматься. Пришел к своему боссу, сказал, что я больше не могу так работать, я не хочу, я устал, я не хочу это все, мне это все надоело. Он говорит, ну давай отдыхать. Я пошел отдыхать, поехал там лечиться. И начался у меня обратный процесс. Я прошел даже домой и почувствовал такую мысль, я же еврей, это что-то значит, что-то важное в жизни. Вот прямо внутренний такой стук был, как послушали в дверь, тук-тук-тук. Антон, ты еврей? Я говорю, да, ну что? И потом чувствую, что не важно, слово еврей, слово еврей создает внутри мне какое-то тепло, какое-то большое, что-то важное. Я проснулся утром, мне позвонил мой друг, а нет, я ночью взял книжку, взял Тору, у меня была Тора дома, всякие разные книжки про религия. Я взял Тору, прочитал ее до утра, и все, и понял, что я еврей, это 100%, тебе нужно точно что-то больше знать. Утром позвонил мой друг и сказал, пойдем на шашлыки, я говорю, не покупай свинину, я еврей, свинину не ем. Он говорит, что ты не ешь? Я говорю, я все ем. Он говорит, да я вот все, я уже еврей, я свинину не ем. Я ничего не знал вообще. Ну и пошел, пошел в синагогу, пришел, показал документы и начал учиться. Никто не рассказывает, как нужно танцевать с бубном, или какую шляпу носить, или какую грату надевать, а что нужно и как учить. Это самое бесценное, с чего я начал свой путь. То есть, начал учиться. Когда я только начал учиться, я сразу же сознал, что изучение Торы с моими дворозованиями, я учился в Академии, я учился в Норвегии, я понял, что Тора это что-то гораздо больше, гораздо важнее, гораздо интереснее. И я начал больше времени уделять изучению Торы, начал молиться, обрезался, получил резкое имя Маше, у меня был свой частный бизнес, я стал меньше уделять времени бизнесу, больше улучшать времени учебы. Ну и начал искать свою жену, потом женился и вот оказался в Израиле. Это очень кратко, там где-то полные чудеса были, вся моя чува была в чудесах. Вера в Творца мне так жить помогает. Кому-то тепло дать, кого-то забанить, кого-то понять, добрым словом понять, кому-то надежду дать, хлеб отломать, кому-то ответ или просто привет, кому-то плечо или добрый совет, кому-то любовь, а кому-то прощение, кому-то улыбку, бухое братание, кому-то на мате, кому-то в стихах, кому-то по щечину или в пинках, кому-то лишь выслушать, денег занять, налить 200 грамм и послушать опять, кого-то в ночи отвезти, привезти, кого-то обнять или к цели идти, кого-то стряхнуть, рассмешить или вспомнить, слезу утереть и о Боге напомнить. Вера Творца мне так жить помогает, для добрых дел место искать заставляет. Ты какие-то искал вещи, которые тебя наполнят, да, они как такие пузыри, которые, а что, например, дай пример еще, что интересного было в твоей жизни. Я быстро добился успеха, у меня было достаточно много денег, много возможностей, я был холостой, я не хотел себе ни с кем тебя связывать, мне сегодня сделал большой подарок, что я не женился на гойке в итоге на нерезкой женщине, это большая радость была, когда я осознал это. Чем я занимался? Мотоциклы, парашютный спорт, серфинг, дайвинг, путешествия, машины спортивные, ну вот все, что можно было сделать законного, я все этим увлекался, пытался искать себя вот в чем только можно, да, в общении, в эзотерике, в книгах, в кино, в общении с друзьями, в спорте, вот все, вот буквально, то есть вот такое ощущение, что ты вот голоден, у тебя какой-то голод какого-то обещанного определенного качества, ты сидишь дома и понимаешь, что ты вот как бы, вот тебе некомфортно, что-то не так, ты начинаешь, о, пойду я займусь там, поеду в Португалию, буду кататься на серфе, раз, два, три, там, семь раз ездил туда-сюда, покатался на серфе, начал кататься, чувствуешь, не насыщает, о, мотоцикл куплю, купился мотоцикл, поездил на мотоцикле, туда-сюда, там, все, не насыщает, катаюсь на сноуборде, и вот это вот все в жизни, да, не насыщает, то есть первое ощущение какое-то возникает, а потом пустота, то есть получается, вот как современный молодой человек, я попробовал в жизни, ну, очень много всего, наверное, вот, ну, слава Богу, кроме наркотиков там каких-то, и там какого-то там, ну, вещей за границами вообще разума, все доступное современному обществу, что считается развлечением, хобби и интересной жизнью, я ее интересно прожил, могу сказать честно, это все оказалось очень мелким по отношению с тем, что я приобрел, когда я начал учиться, когда я почувствовал вот это вот ощущение своей важности. Что сегодня тебя насыщает? Вот я скажу так, самое большое, самое сильное ощущение я получаю, это тогда, когда я делаю что-то другим. Вот если я помогаю еврею, чувствую его потребность, помогаю ему, даю ему то, что ему нужно, я чувствую вот это вот какое-то ощущение полноты, оно не покидает тебя. То есть вот есть вещи, которые ты, вот как поел, через там 4 часа голодный, да, там в любых отношениях с мужем, женой, через какое время опять получается желание. Здесь такое ощущение, что ты как будто ты вот напомнил это, и оно тебя не покидает. Это вот ощущение, как катализатор. Сделал доброе дело, сделал кому-то, помог по-настоящему кому-то. Без того, без того, что без галочки там в журнале, все знают, что помог. А помог именно вот человек, которому нужно. И у тебя появляются новые силы, еще больше желания, еще помогать. Даже Всевышний дает. Вот сейчас мы помогаем, помогли одной семье, раз, раз, появились деньги, помогли трем семьям. Появились деньги, тут же там одни скинулись, другие скинулись, помогли пятерым семьям. Всевышний как будто дает тебе больше и больше энергии, больше сил для этого. Вот меня наполняет сильнее всего эта помощь евреям. И второй аспект, не менее важный, это изучение Тора. Я получил больше подарков Всевышнего, я сразу начал учиться. То есть, учиться с разными людьми, в виде хороших, больших раввинов, которые по-настоящему знают Тору и умеют учить. Вот. И один из них, это Рахмоша Шапина, по-настоящему правильника, Раф Бенцион Зильберг. Соответственно, это люди, которые я по-настоящему, Рафган, сейчас в школе, в которой я учусь. И учеба, это, как сказать, это вот, как заряжать телефон, да, то есть телефоном нужно пользоваться. Его заряжают для того, чтобы пользоваться. Это наши дела, добрые дела, митцвод. Так вот, когда ты учишься, ты почувствуешь, что у тебя уровень зарядки поднимается, в какой-то момент ты прямо чувствуешь, что ты вот прямо заряжен и хочется это все делать. Вот, наверное, два основных аспекта, это помогать другим и изучать Тору. Или изучать Тору и помогать другим. Вот, наверное, две главных таких составляющих. Есть такой еще стих коротенький, но такой, не знаю, немножко смешной, но, может быть, оно будет приятно. Называется «Родная». Закатай мне рукава, родная, Я за косу опять возьмусь, играя, Чтоб из пшеницы Получилась родная, душевная, крепкая, как ты, но чуточко другая. В общем, мы сейчас с тобой стараемся помогать евреям, которые приезжают из Украины, беженцам, принимаем, я принимаю ребят, в Ешиве, ты принимаешь семьи. Из России тоже. Из России, понятно, да, но тут другая ситуация. Эти бегут от войны, а эти бегут от призыва. Да, и мы помогаем, молимся, да, я уверен, что ты молишься за евреев Украины, которые находятся в беде. Что ты хочешь, может быть, скажешь им пару слов, какое-то, может, пожелание браху на пуст, что-то, поддержку, слова поддержки. Ну, наверное, хочется сказать, что Всевышний разговаривает с нами беспрерывно. То есть, есть всегда постоянное связь с Троцомом. И Всевышний хочет, чтобы мы делали вещи правильно. Правильно еврею, как тому дереву, жить в той земле, которая ему подходит по аэргономическим характеристикам, по составу. Это земля Израиля. Мы евреи, Всевышний хочет, чтобы мы жили во земле Израиля. Он хочет, чтобы мы были здесь, чтобы мы были целым народом здесь. И он с нами говорит разными словами. Он нам показывает. Ребята, давайте собирайтесь в Израиль. Ребята, быстро собирайтесь в Израиль. Бегом. То есть, каждый раз он говорит. Ребята, вам нужно их в Израиль, потому что здесь ваша родина, здесь ваш дом, здесь ваша земля. Вот я хочу пожелать нам, всем евреям, чтобы мы не убегали от опасности куда-нибудь, а чтобы мы понимали, что с нами во дворец разговаривает Всевышний. И он нам говорит однозначно. Евреи, давайте возвращайтесь домой. К Чуве. То есть, соблюдайте заповеди. Кто-то сильнее, кто-то меньше. Но все должны двигаться по направлению. Делайте, соответственно, добрые дела и живите на святой земле. Тут такая большая земля, нам всем места хватит. И я не видел ни одного нищего, ни одного бездомного, ни одного человека, который умер с голоду в Израиле. Все люди пристроились, все нашли свою работу, все рожают детей, с Божьей помощью воспитывают. И люди счастливые и хотя бы счастливые. Вот, наверное, вот это самое главное. Спасибо.